Мошенники позвонили Нине Александровне ночью и потребовали компенсировать расходы на лечение женщины, якобы оказавшейся в больнице по вине ее внучки. Вскоре в квартиру к пенсионерке пришел курьер, которому она отдала 800 тысяч рублей. По поводу внучки звонила то ли мама той, на которую внучка как бы упала или столкнула, вот мать, и говорит, вот ваша внучка столкнула мою дочь, она теперь в тяжелом состоянии, а ваша ногу, что ли, повредила, тоже в больнице. Деньги я единственное отдала вот этому мужчине, он мне сказал, на какие-то глобальные дела. А зачем вы отдали? Вот не знаю, зачем. Я вообще даже, вот знаете, такое впечатление, что мне как будто это все приснилось, потому что это было очень поздно, ночь уже была глухая. Тем, кто пришел к пенсионерке не во сне, а на его, оказался 16-летний житель Пензенской области. В Саратов на выполнение заказа он приехал после обещания работодателей о легком заработке. Несовершеннолетний, ранее не имевший проблем с законом, стал фигурантом уголовного дела. Подростку грозит до шести лет лишения свободы. А мысли не было, что это криминал? Был. Ну а зачем пошел? Деньги нужны были. То есть захотелось легких денег? Заработанными деньгами что сделал? Долги отдал. Вот 800 тысяч ты забрал, свою долю забрал? Я полностью ее забрал. Полностью забрал? Всю сумму? Да. То есть ты решил не отправлять? Да. С оденением раскаиваешься? Конечно. Будьте бдительными и не доверяйте звонкам от неизвестных. Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, отправляют смс-сообщение с подобной просьбой, обязательно перезвоните им и убедитесь, что они действительно нуждаются в помощи. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Расул Абрагимов. Дежурная часть. Саратов.